Добрый день! В этом видео мы разберем, что запрещено делать коллекторам по отношению к должникам. Мало кто знает, что существует специальный федеральный закон, который регламентирует, что можно делать коллекторам, а чего нельзя. Называется этот закон о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Органам, которые лицензируют, регулируют и контролируют законность работы коллекторских агентств является не Центробанк, как в случаях с банками и микрофинансовыми организациями, а Федеральная служба судебных приставов. Какие ограничения наложены на коллекторов? Первое. Коллекторы могут звонить в день не больше одного раза. В неделю таких звонков должно быть два, в месяц не более восьми раз. Второе. Коллекторы могут прийти к вам домой лишь один раз в неделю. Третье. Коллекторам разрешено направлять должникам исключительно до 2 смс в день и 4 смс в неделю. Четвертое. Коллекторы не могут беспокоить человека по будним дням с 22 до 8 часов утра, по праздничным дням с 20 до 9 часов утра. Пятое. Коллекторы не могут звонить с любых номеров, только с тех, которые зарегистрированы на агентство. Шестое. Коллекторы обязаны представиться и по запросу должника назвать компанию и ее данные. Седьмое. Коллекторы не могут посещать вас по 5-10 человек. Должник может взаимодействовать только с одним коллектором за посещение. Восьмое. Запрещено раскрывать персональные данные неплательщика любым посторонним лицам, в том числе родственникам. Девятое. Нельзя обращаться с вопросами взыскания к родным, коллегам, работодателю, друзьям и иным лицам, кроме поручителей и созаемщиков. Десятое. Запрещено угрожать, оскорблять, применять физическую силу. Одиннадцатое. Нельзя принудительно забирать деньги и имущество неплательщика, повреждать или уничтожать вещи. И последнее. Запрещено обращение к должнику, если он заявил письменный отказ или подал на банкротство. Кстати, если вам нужна помощь в банкротстве, то вы можете обратиться к нам. Любое нарушение перечисленных правил влечет ответственность коллекторов. Даже если сотрудник вел себя корректно, не высказывал никаких оскорблений или угроз в ваш адрес, его можно наказать за сам факт превышения количества звонков. Для этого желательно записывать все разговоры, запросить историю входящих телефонных вызовов у оператора. Так можно бороться и с нарушениями по количеству личных встреч, смс или писем. Если вежливый коллектор караулит вас у дома чаще одного раза в неделю, или заваливает смс и сообщениями в соцсетях чаще двух раз в сутки, пишет в нерабочее время после десяти вечера. Это нарушение закона и повод для жалобы в Федеральную службу судебных приставов. Для вашего удобства мы приложили образцы жалоб в прокуратуру, Федеральную службу судебных приставов и полицию. Ссылки на эти документы размещены в комментариях и описании к этому видео. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А если видео вам не понравилось, то поставьте дизлайк и напишите в комментарии, что вам не понравилось.